всем привет вы снова находитесь на канале old dutchman с вами я владимир козарчук и сегодняшняя тема нашего видео выпуска высокие удары ногами из тэквондо немножечко предыстории в 93 92 годах я занимался тэквондо ездил на чемпионат европы по тэквондо и призовых мест я там не занял но я был участником этого чемпионата провел несколько поединков и результатом последнего моего поединка была двойная травма позвоночника пришлось долго восстанавливаться но стэквондо я тогда закончил завязал потому что как говорится здоровье свое все-таки дороже чем спортивная карьера через какое-то время начал восстанавливаться и те удары ногами которые я изучал на тэквондо раньше некоторые из этих ударов я практикую до сих пор несмотря на то что в девяносто восьмом году в 2016 году два раза в течение полугода мне делали операции была паховая грыжа девяносто восьмой год 2016 год март и 2016 год октябрь три операции по паховой грыже тем не менее тем не менее несмотря на все это я продолжаю тренироваться я продолжаю тренировать людей детей подростков взрослых даю советы даю консультации провожу семинары по рукопашному бою по самообороне и стараюсь держаться в форме насколько я хорошо держу себя форме судить уже вам по тем видео которые я выкладываю себя на канале так вот если вдруг по теме моей коротышки у кого-то возникли вопросы мол не так стоишь не так двигаешься для справки тех кто сомневается вообще в том что я делаю тэквондо я занимался 30 лет назад потом я прекратил перешел в другие стили сейчас мне буквально вот через некоторое время пятьдесят три года если кто-то в пятьдесят два пятьдесят три ну пускай в пятьдесят лет сможет повторить то же самое что делаю я респект если не сможет повторить ротик на замочек и молчи в тряпочку а теперь к нашей теме значит так спортзале на тренировке будь то тэквондо или карате ваши движения когда вы выполняете различные удары или комбинации не скованы спортивной одежды то есть обычные вас штаны на веревочке или на резинке куртка пояс все вы свободно передвигаетесь вы свободно двигаетесь вы гибкие легкие на улице совершенно иначе на улице вот допустим сейчас мы рассмотрим один удар в двух его вариантах высокий удар ногами из тэквондо в двух вариантах в статике и на пронос я сейчас покажу что это за удар значит как раз именно для улицы такой удар судить вам подходит он или нет на мне обычные штаны примерно такого же материала такого же покроя как вернее такой же плотности как джинсы вот такой вот кожаный ремень вот пожалуйста футболка то есть мои движения могут быть скованы штанами ремнем обувью ну и плюс тем грузом которые находятся у меня в карманах вот вам пожалуйста стандартная ситуация на улице на вас кто-то нападает вы должны защищаться и так рассматриваем этот удар ногой высокий удар примерно такой как я показывал в коротышке на что мы обращаем внимание вот пожалуйста сейчас здесь у нас высота на уровне глаз метр семьдесят пять это так примерно метр семьдесят пять метр ну почти ну тут где-то метр восемьдесят рассматриваем два варианта этого удара статика и пронос то есть пронос это когда мы во время нанесения удара делаем шаг вперед к нашему противнику для того чтобы его достать будет он немножко отклонился назад чтобы защитить себя от вашей ноги и так первый удар который я делаю делаю его в статике то есть я без без какого-либо подшага вперед просто за нашу ногу и бью сверху этот удар можно делать с выносом ноги из середины наружу и снаружи в середину мне удобнее мне так легче делать удар с наружной стороны в середину я нахожусь в статике то есть я когда поднимаю ногу я не делаю шаг вперед я просто остаюсь на том же месте где я стоял вот это статика этот же удар когда я буду делать с выносом тела вперед удар называется на пронос я как бы мой противник назад не отклонялся я все равно его достану или в плечо или в грудную клетку но я его зацеплю вот вам второй вариант этого удара но уже на пронос это вот мой противник гипотетический я двигаю тело вперед по направлению противнику отлично я его достал статичный удар противник отклоняется я его не достаю удар ушел грубо говоря в поле удар на пронос я его достаю как бы он от меня в этот момент не отклонился примером этому служит допустим один случай когда я на тренировке с нашими ребятами в одной фирме где я работал инструктором по окопашному бою в кишиневе это была фирма атом если кто знает эту фирму пожалуйста можете навести справки 93 94 год я там работал сначала начала работать в охране потом работал инструктором по рукопашному бою и в спортзале мы с ребятами отрабатывали вот такие вот удары я сказал есть такое если хочешь попробуем пожалуйста и один из них не сказал ты меня не достанешь я ему показал статичный удар ты меня не достанешь потому что я отклоняюсь назад я говорю хорошо давай достану да не достанешь достану и я начинаю делать занос ноги вверх он отклоняется и по факту получается что я его ногой пяткой ноги не в плечо но я его саданул сюда в грудную клетку посадил по ребрам и когда он начал складываться вся сила удара вся весь вес ноги ушел ему в живот он просто сел на маты и сказал что это сейчас было я говорю это был тот же самый удар на пронос давайте еще раз я покажу вам этот удар как он делается если я просто стою статичный удар на тот случай если мой противник стоит рядом я его отсюда с этого места достаю если мой противник отклоняется назад я его все равно достаю включая весь корпус перенос тела вперед по направлению к моему противнику даже если он отклонился я все равно его достану разница между этим ударом между первым и вторым вариантом действительно огромная и когда эту разницу ощутили спортсмены занимающиеся пик шинкой они включили в методику тренировок этот удар взятый из тейквондо и все кикушины которые практикуют этот удар они без вертушки они идеально включают его в спаррингах в работу и этот удар если противник не ожидает он очень быстрый если противник не ожидает этот удар достигает цели и приносит победу спортсмену вот все что я хотел сказать именно по этой теме по теме вот этого удара ногой из тейквондо не забывайте о подписке на мой канал дележки с друзьями пальчик вверх комментарий с вами был я владимир казарчук совсем скоро мне 53 года повторяюсь еще раз если кто-то может выполнить в моем возрасте такой же удар может быть даже лучше или примерно такой же как делаю я респект и уважуха если он не может поднять свою задницу с дивана и только тявкой пусть лучше помалкивает не болейте оставайтесь с нами у нас на канале всегда есть что-то интересное полезное и умное всем удачи пока